сегодня вяжем удлиненные перчатки вот с таким вот клином красивым для большого пальчика набирать петли буду с помощью крючка и взяла вспомогательную нить синего цвета мы потом от нее избавимся в конце видео покажу как потому что краю этих перчаточек будет оформлен очень аккуратным интересным образом и так набираем петельки всего мне нужно брать 48 петель пряжи мне довольно таки тонкая размер спиц один с половиной и вяжем мы на руку на ладошку размером 6 половины не довольно таки маленькая рука вот мы набрали 48 петель и теперь мы будем распределять на 12 на 4 спицы по 12 петель вот мы их распределили теперь мы связали наши сомкнем в круг и будем вязать по кругу необходимой длины перчаточку такой длины какой вы пожелаете я провязала порядка 100 рядов это довольно таки длинные перчатки до начала вывязывания большого пальца мы вяжем вот они какие получились теперь займемся большим пальчиком от начала вязания провяжем с вами 15 петель это 12 петель 1 спицы так вот я провязываю первую спицу и еще три петельки со второй спицы это все будут петельки нашего большого пальчика мы их потом скинем на вспомогательную булавочку вот провязали 3 петли а теперь спицу вводим в петельку предыдущего ряда под правой спицы вот получилась дополнительная петля теперь она стала 49 петель далее вяжем по кругу и во втором ряду мы не будем делать никаких прибавок мы просто про вяжем все петельки обычным способом мы таким образом с вами должны набрать 15 петель вот столько сколько мы уберем потом на пальчик на булавочку столько петель мы должны набрать в третьем ряду мы снова делаем при бабочку из предыдущей петельки не перепутайте только где ее делать после провязывания 15 петель мы всегда будем делать прибавки четвертом ряду вновь провязываем без изменений без прибавок таким образом у нас уже с вами 50 петель и так мы делаем на продолжение на протяжении 12 рядов один ряд прибавляем второй ряд провязываем ряд прибавляем ряд провязываем без прибавок набрав таким образом 6 петель мы начинаем делать при бабочки уже в каждом ряду вот он подряд пошел ряд и показываю как это будет даже выглядеть дырочки у вас будут одна за другой набрали 15 петелек таким образом и вот какой у нас получился клинышек переносим 15 петель на вспомогательную булавочку и наше вязание вновь надо замкнуть в круг я делаю для этого прибавляю дополнительную петлю можно две петельки набрать потом от них мы избавимся чтобы в итоге у нас вновь стала 48 петель но 48 петель это по сути обхват нашей ладошки вот замкнула и вязание в ряд и вновь вяжу по кругу и провязываю 2-3 рядочка вот теперь можно избавиться от нашей прибавочной петельки для этого 2 петли я провязываю вместе все у нас вновь 48 петель мы продолжаем наше вязание до начала мизинчика ну получится рядочка в 10 до 2 с половиной сантиметра кого-то 3 далее провязываем 12 петелек первой спицы по сути это 6 петелек указательного пальчика и 6 петелек среднего пальчика далее провязываем еще 6 петель это будет наш безымянный пальчик но мы к ним чуть позже подойдем нас сейчас интересует последние 6 петель это наш мизинчик вот вот этим петельки мы сейчас будем с ними работать начинаем вязать мизинчик провязываем 6 петель мизинчика это петельки мизинчика наружной внешней стороны ладошки о нет внутренней вот теперь 6 петелек внешней стороны мы провязали вот перчаточка лежит внешней стороной убираем ненужные оставшиеся 6 петель мы пока не трогаем остальные наши пальчики мы занимаемся мизинчиком и нам нужно вновь замкнуть наше вязание в круг для этого я набираю 2 вспомогательные петельки так будет перемычка между мизинчиком и безымянным пальцем и далее мы вяжем по кругу у нас получилось 14 петель для вывязывания мизинца вяжу мизинчик необходимой длины вот он как у меня получился лучше свяжите чуть больше чем меньше можно будет распустить после окончательной примерки а далее мне нужно уменьшить количество петель я провязываю их по 2 и на моих спицах останется в итоге 7 петель на 14 уже 7 вот они 7 петелек 30 стороны и 4 здесь мы их все одеваем на ниточку я пока на вспомогательное дело далее в том месте где мы набирали две петельки дополнительные места перемычки между мизинчиком и безымянным пальчиком вновь набираем две петли я беру для этого крючок с крючком это делать легче и далее мы с вами будем по кругу вязать оставшиеся 36 петель и те две что набрали будем провязывать несколько рядов до тех пор пока не дойдем до точки до точки перемычки безымянного пальчика и среднего потому что анатомически это место расположено выше на ладони вот я вижу по кругу провязала круг подошла снова к двум петелькам которые набрала замыкаю вязание в круг и провяжу таким образом буквально несколько рядов 34 вяжем по кругу и теперь работаем с безымянным пальчиком вот наша перемычка и так безымянный пальчик это 6 петель внутренние стороны ладошки 6 петель наружные стороны ладошки 2 петельки у нас было мы набирали между мизинчиком и безымянным перемычка и еще две дополнительные петельки я набираю чтобы замкнуть наше вязание круг вот я набрала две петли и вяжу по кругу точно так же завершаю безымянный пальчик провязываю сперва по две петли а затем все оставшиеся петельки которые получились скидываю на одну ниточку и потом просто узелок там завяжется везде далее мы будем вывязывать средний пальчик вместе соединения между безымянным и средним пальчиком тоже набираем две петельки так как мы делали между мизинчиком и безымянным вновь и беру крючок так проще далее берем по 6 петель с внешней и внутренней стороны ладошки ну вот я провязываю 6 петелек с одной стороны беру спицу вспомогательную тяжело все-таки на 2 вязать на 3 или даже на 4 буду пальчиков вязать далее набираю две петли чтобы замкнуть вязание в круг и буду провязывать 6 петель внутренней стороны ладошки таким образом у нас получится 12 петель плюс 2 и еще плюс 2 16 петель среднего пальчика вот я сомкнула в круг беру еще одну спицу проще на нескольких спицах вязать и буду вывязывать средний пальчик по кругу подтягиваете ниточку при необходимости там она тоже заправиться внутрь спрячется аккуратненько внутри узелок завяжите и сдавитесь от этих ниточек вот начало среднего пальчика примерочка вот так это выглядит уже завершаем средний пальчик также и предыдущие провязываем по 2 петельки затем все на одну нить узелок и внутрь указательный пальчик вяжем точно так же как все остальные вот что у нас получилось возвращаемся к большому пальчику нас там было 15 петелек вот я набрала три дополнительных можно две дополнительных набрать здесь импровизируйте наша задача тоже соединить все это в круг замкнуть в круг и по кругу вывязывать длину необходимую длину большого пальчика будьте внимательны когда вы будете вязать вторую перчатку обязательно вяжите все в зеркальном отображении то есть прибавлять петельки вы будете теперь под левой спицы не под правой вот я показываю в первом ряду при бабочка была во втором ряду я провязываю без прибавок в третьем ряду снова делаю при бабочку смотрите это делаю под левой спицы уже не под правой а под левой симметрично отложите те же 15 петель только с другой стороны уже не с правой стороны от левой откладывается четвертом ряду вновь без три бабочек очень точно так же вывязываем пальчик только в зеркальном отображении и вас получится клинышек будет наклонен уже не в правую сторону а в левую вот он идет наклон не вправо наклоняется уже влево наш клиныш ну и мизинчик следовательно вы тоже будете взять с правой стороны что мы делаем с краем наших перчаточек избавляемся от вспомогательной нити синего цвета на очень легко у вас будет распускаться то есть там где я закончили узелок завязали узелок развяжите просто потяните змеи вот освобождаются наши петельки переносим все петли вновь на спицы по 12 петель на 4 спицы и внимательно следите за движением иглы делаем вот такой вот идеальный подгиб ввожу в лицевую петлю и в нее же я потом и выйду ту же самую петельку но весь лучше один раз увидеть чем сто раз объяснить далее прячем нашу ниточку вот как это делаю я тянула обрезала и такие перчатки получились подгиб очень аккуратно смотрится состав этих перчаток шерсть с акрилом теплой зимы вам